У нас получается, что уходит участок вот сюда, там идёт, так, и за бугор. То есть этот бугор, он как бы посередине участка уходит. Естественно, мы будем его разравнивать, как бы землю раскидывать. Без табличек и опознавательных знаков Динара Лазарева определяет границы своего участка. С тех пор, как в семье появился третий ребёнок, Динара каждые полгода ходила в кабинеты чиновников, интересовалась, как движется очередь. Были 130-ми. Полгода назад вектор изменился, чиновники стали приглашать семью. У Динары с супругом появилась возможность выбирать. Присматривали землю на Трусовской стороне города и в Приволжском районе, и в Наримановском. Сегодня для жителей Астраханской области стёрты границы муниципалитетов. Оформить участок можно в любом районе. Остановили выбор на этом. Их шесть соток недалеко от Началовского шоссе. Во-первых, здесь уже проживают люди. То есть более-менее район обжитой. И всё равно строительство продолжается. То есть видно, что здесь идут какие-то работы. То есть люди строятся. И в перспективе микрорайон всё равно будет развиваться. Это лишь на первый взгляд постер. На самом деле у этих шести соток есть адрес. Вторая Сурепская, дом 6. Дома нет, он в планах и мечтах владельцев. Но есть участок с кадастровым номером. И таких участков на второй Сурепской около трёх десятков. А будет ещё больше. То есть мы едем, да, вот Суспировское кладбище, заворачиваем. И получается как раз вот здесь пустое место. Это те участки, которые мы в настоящее время проводим работу по неживанию. Постановки на кадастровый учёт. И в ближайшее время начнём уже реализовывать жителям. Участки разрабатывают в районе Началовского шоссе, посёлках Морской, Сабанс-Яр, Машаик, Свободный. В прошлом году на дело получили 236 многодетных семей. Большая часть участков, 176, была передана владельцам в декабре. С приходом нового руководства усилились определённые направления. И в связи с этим на декабрь месяц как раз-таки одно из направлений оказалось это предоставление земельных участков льготных категориям граждан. И акцентирование именно на этих людях, которые не один год уже ожидают реализации своего права. Поэтому в декабре мы все силы бросили на это. И с началом 2019 года данная позиция только усилилась по тенденции роста. В этом году получить земельные участки смогут более 2000 многодетных семей. Как только все коммуникации будут подведены, многие владельцы начнут стройку. Динара Лазарева с супругом уже распланировали свой участок. Дом какой хотите? Ну, вы хотите в стиле шале. Местные жители говорят, что у них земля есть плодородная, хорошая, соответственно, как бы урожайная. Поэтому, я думаю, с этим, с урожаем проблем не будет. В этом году у многодетных семей появится альтернатива. Вместо земельных участков – компенсация. Разработан проект закона, суммы пока не называют. Известно лишь, что деньги будут промаркированы. Иными словами, направить их можно будет только на улучшение жилищных условий. Анастасия Анфёрова, Руслан Срывченко, Центр новостей.